всем всем доброе время суток сегодня я варю борщ из молодой капусты в принципе сказал из молодой капусты и глядя на продукты подумала что здесь все молодое новый лук молодой помидорки молодые тоже перчик соседка дала выращенный на ее огороде капуста и молодая египетская картошка картофель из старого будет только томатная паста но я буду добавлять и помидорчики и томатную пасту немножко и растительное при наличии готового бульона бульон я всегда варю заранее вчера вечером поставила свалился процесс будет быстрый потому что все молодое все варится быстро и я за полчаса варю борщик бульон у меня куриный я хотела суп сначала сварить но потом посмотрела что у меня все есть для борща и борщ победил и у меня есть немного остатки вчерашней поджарки что такое поджарка это я так называю через мясорубку прокрученное мясо прослоечка в данном случае поджаренное с луком и морковью и заправлено немножко томатным кетчупом ну там шашлычный краснодарский все равно и все это пойдет тоже борщик у нас ничего не пропадает мы же хозяйственные ставим кастрюлю на дальнюю комфорку а здесь будем делать поджарку зажарку бульончик закипел и я отправляю картошку я хочу чтобы она подольше поварилась потому что она молодая как правило не разваристая у меня мама даже бросала целую картошину а потом мяло ее чтобы получился ну как бы погуще загустевала так сказать мяло и отправляла обратно в борщ тут на сковородочке во всю жарится лучок уже и да я сказала что все молодой нет морковь у меня еще с того года осталось замороженной так что морковь будет у меня как бы старая но если она была заморожена в молодом виде я надеюсь она сохранилась как молодая лучок пассируется и я беру немножко так как я люблю много 3 головки я сюда порезала и я беру немножко такого лука и бросаю в бульон чтоб он проварился вместе с картошкой это придаст аромат бульончику и когда бульон я варила я тоже бросала лук но потом я его выбросила следующем у меня отправляется перчик хотя по идее должна морковь свете но так как морковь у меня из морозилки не очень много влаги и получится не поджарка она будет тушиться у меня поэтому перчик пошел вторым а морковь пойдет уже свете очень картошка закипела я убавляю хотел сказать огонь до сих пор не знаю как на электроплитках говорит с газом там все понятно убавляю огонь а здесь убавляя температуру скажем так и пусть варится пока я не сделаю поджарку на пара режу капусту чтобы она хотя бы немножечко развалилась но мы получил подрумянился перчик размягчился и можно теперь добавить замороженную морковь я ее вот так укрываю чтоб она быстрее растаяла надо было наверно заранее достать но хорошая мысля приходит опосля пусть теперь тает здесь а я за это время капусточку порежу морковочка поджарилась и не отправляет их помидорчик им тоже протушиться до мягкого состояния можно через терочку было можно было шкурочку снять ну я решила так ой какой какой натюрморт какая красота боже мама дорогая это же чудо такое как она красиво лежит красная зеленая желтая осень на сковородку но по счастью у нас еще целый месяц лета и пока она все жарится пойдемте я покажу вам сколько я огурцов накрутила я еще не определилась где у меня они будут стоять пока расположила вот у саши здесь в комнате под этим ну под полкой под стойкой итого у меня их 8 10 11 1 и 8 банок и вот одна такая не знаю какой полтора литра там объем я могла и больше закрыть но я я же делилась с людьми с людьми и вот варенье у меня столько вишневого вишню тоже то я думаю нам хватит потому что вишню тоже уже хорошо раздала пусть людям тоже надо и еще есть на дереве вишня я берегу колина племянница должна приехать мы нарвем чтобы она сразу везла потому что она очень переспелая уже не знаю получится с ним там как ее сорвать или может она уже засохла все там на дереве прям вот столько огурчиков это вот по поводу того что этот хороший рецепт смотрите они все стоят чистенькие прозрачные это вот очень подходит до тем у кого кому негде хранить то есть не подвала ничего нет у нас есть кладовка но там очень тепло поэтому я пока поставила сюда там жарко там проходит труба горячего водоснабжение там прям парилка в этой кладовке и пока мы гуляли у меня чуть не сгорела поджарочка но хорошо что она стоит не на полной мощности так все помидорчики тоже протушились мягенькие картошка продолжаем даже немножечко разварилась добавляю томатную пасту тоже замороженную очень удобно я показывала что сразу после покупки я замораживаю потому что открытая банка не успевает использовать томаты в основном я добавила еще ложечку кетчупа потому что в кетчупе там совсем другие я люблю чтобы много было компонентов допустим вот томат помидоры они дадут свою кислоту там или что у них томатная паста отдаст свое шашлычный кетчуп или краснодарский авто не помню какой у меня тоже свое добавит чем больше разных вкусов тем получается все это вкуснее да красота получается все практически зажарка готова теперь я добавлю немножечко водички чтобы она мне еще в водичке прокипела и посолю немножечко и обязательно по сахарю хотя бы пол чайной ложечки сахарку я добавлю говорила что сахар способствует раскрываются вкус совсем другой и я добавлю сюда же прям укропчик чтобы не в кастрюлю добавлять а сюда добавлю петрушку и укропчик чтобы они тут уже плавали и не потом все это вместе перевожу в кастрюлю ну и конечно же лаврушечку у меня настоящий сочинский лавровый лист и вот он уже я этот целый веник гербаню по листочкам высушиваю в банку большую складываю и вот он у меня наверно уже года три этот лавровый лист настоящий нет магазине тоже настоящий но там сушат по-другому его совсем другой вот кто-то очень любит именно магазины лавровый лист потому что у него там запах немножко другой я уже привыкла вот к этому итак зажарочка готова картошечка провалилась и я добавляю капусту вот по поводу капуста у нас с мужем расхождение он у меня российского производства и он взрослый на щах а щи томятся очень очень долго и там получается очень мягкая капуста а борщ варится по правильному так что капуста закипела поджарку добавили еще все вместе закипела и пера отставляем и вот у нас по этому поводу расхождения он не понимает как это в капусте вообще должна ложка стоять и капуста должна быть мягкая по его пониманию и вообще честно говоря он больше как-то не любит ну я же не изверх какой-то конечно я иду ему навстречу я провариваю капусту то есть она вот сейчас закипит я должна добавить зажарку и все вместе закипит и отставлять ну я капусту поварю какое-то время она молодая она быстро должна отвариться а когда я варю со старой капусты я сначала запускаю вообще капусту не хочет у меня вспышка сегодня работать не пойму ли от жары она тухнет вспышка все время но очень вот так сейчас покипит капуста немножко и добавлю зажарку ну вот как просто развалилась по мужненому вкусу и я перекладываю даже борщик закипел я попробовала на соль вот соль соль добавила по моему вкусу я бы конечно сделала и погуще и покраснение конечно по правильному сейчас больше закипела его надо убрать но я оставлю немножко его еще потомиться пусть будет так ну все на этом заканчиваю свое видео всем мира и добра кто садится за стол приятного аппетита и пока пока